Всем привет! Это продолжение моей партии в Сидмерс Цивилизейшн 6 на 10 человек, в которые я играю за Рим. Если вы начинали просмотр не с первой серии, то рекомендую перейти к ней. Всё-таки всегда лучше знать, с чего всё начиналось. Ссылка появляется в верхнем правом углу, либо в описании к этому видео. Ну а тем, кто видел начало, приятного просмотра. Не успел я, японец, прочитать, под какое ты чудо расчистил участок. Что ты там строишь опять? Никаких чудес не строю, не знаю о чём ты. Ясненько. Ну что, нету нигде поблизости. Ну вот, правда. Далековато, опять ходу в кить. Ясненько. Ясненько. Продолжение следует... 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 блин вообще никаких руинок больше ванна пускай сюда бежит ничего не увидим это уже ничего нет смысла строить шпиона нету смысла строить найти вертолет с этими бонусами тут развлекаюсь при попытке завербовать партизан в аквиле и убить шпионы шпионской из японской империи но даже не знаю какой-то самозванец на провел с раскосыми глазами пфм по фамилии таким оси самозванец думаешь думаю на и и и и Продолжение следует... Так, хотел посмотреть, что там за религия у ацтека. Довольство в городах с двумя специализированными районами. Хорошее. Два золота хорошее. Ну и производство от домов собраний тоже ничего. Бразильство продлевать не думаешь? Да, смысл уже. Я тоже считаю, нет смысла. Я думаю, тебе надо бразилица Фины и Эфес захватывать. Вряд ли у него там армия будет. Армии там, конечно, нет, но есть подболочка с ядерной бомбочкой. О боже, только у тебя одного. Я про то, что Ахин Франкфурт тоже может упасть случайно. Вряд ли. Ты эту бомбочку кинешь, а вот захватывать чем? Обычным эсминцем. Непонятненько. Да нет у тебя там эсминцев? Ни одного, да. Да, ни одного. С моей армией уже распихал во все углы. Подлодки по эсминцу. Так, на всякий случай. Так, на всякий случай. Ахинь. Так, на всякий случай. Вот. Самика. Продолжение следует. Як бы. Какая семья. Хэм. Продолжение следует. По эсминцем. Продолжение следует. Эсминец. Эсминец. Продолжение следует... 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 Блин, сложно как-то на три фронта-то успевать. Я не понимаю, почему ты до сих пор первый по очкам. Главное, как-то не особо видно, чтобы она у тебя как-то уменьшалась. Слушай, я классный. Не, у него было вообще 700 с чем-то, и сейчас он до 600 опустился. У меня пишет 720 у японца. А, 720, да. Где он до 600 опустился? На прошлом ходу у него было 600. Раз, два, три, четыре, пять. Так, Гуанчжоу берется. Окей. Чтобы женеву задеть тоже. Продолжение следует. Продолжение следует... 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 Это у меня все умирают торговцы из-за загрязнения. Попробуем сразу на Рио-де-Жанейро пойти, ну захватить Рио-де-Жанейро сразу. О, бразилец. Помогает мне Трир защитить. Спасибо. Слушайте, а он вообще промышленной эры и нового времени. Это уже бесполезный, надо его использовать. Блин, сейчас ацтек выиграет, елки. Класс. Да нет, просто ацтеку теперь проще всю. Я вот как бы сейчас захватил города японца, остальные города я не могу у него захватить. А вот ацтек как раз может. Болезнь ацтека. Зато когда будут смотреть видео, такая интрига будет, я могу точно сказать. Я был вообще где-то на последнем месте по очкам. Ну тут все, видишь, подготовились к последнему ядерному угару, я смотрю. У меня только одна ядерка была и использовал очень-очень-очень грамотно. А, так если одна ядерка, так ты, может, еще и не захватишь. Не, ну в принципе попытаюсь сейчас отбить. Все равно тут армия есть. Вот у меня проходит чуть треть таймера, да? Я только после этого могу делать ход, потому что у меня игра все прогружает. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... 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 Артефакт... Так, ну что, за минуту... Потому что в этом решается, собственно, мне кажется, победа 745-700... Хотя... А кто-нибудь спутник в космос отправлял? Нет. Я нет. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Ну, что я не на тебя пошел вместе с немцем... Сколько очков? Так, понимаешь... Или просто тебя попилить и все... Понимаешь, там в любом случае, если бы немец пошел, там бразилица есть... Блин, в одно очко только... В одно очко? Серьезно? А где ты видишь это? Да, в одно очко... А, счет за ход? Да... Не, просто там внизу нажмите еще попробовать ход... А... Послушать, смотреть... В одно очко, класс! В одно очко! Это круто! Не, ну и... Да, наверное, Бимерок, ты зря не пошел на меня... Была такая возможность... Хотел, чтобы нормально сделал свой сериал на ютубчике... А, чисто ради этого? Пожалел меня? Конечно! Спасибо! Спасибо! Ну, мне кажется, что если бы ты пошел вместе с немцем, то немец бы тебя там вынес, да? Дальше! С другой стороны, там бразилица еще есть? Так, я-то так, да... Ну, если бы Бимерок объявил бы Ёше войну, я бы захватил бы немца и тоже пошел бы там... Остатки городов, если бы остались... Я всю игру был первый по армии, как-то... Да, но ты отставал по техам... Ты не выходил вместе с нами, вот... Выходил в броненосцы, потом в подводные лодки... Я все вместе это с немцем делал... А ты там отставал на несколько ходов постоянно... Ну, несколько ходов... Может, у тебя и была армия, но по техам-то ты сзади... Несколько ходов не страшно было... Науки вход... Кстати, мне спутники очень сильно помогли... Ну, скажем так, найти, где что находится... И распланировать... Меня поражает то, что Халецкий там отставал на очков 30, хоп... И на один обогнал... Да, а то, что ты отставал на очков 100 и захватывая японца хоп и обогнал... Норм, да? Потому что у меня очень хорошие города... У меня самые максимальные по жителям были города... Между прочим, я больше всех сражений за всю игру провел... Обратите внимание... Нельзя... Вы смотрите графики или нет? Я больше всех сражался здесь... Ну, науки примерно одинаково было... Культуры, кстати, тоже примерно одинаково... Никто особо не врывался... Ну, вот только Ацтек отставал как-то так по культуре постоянно... Странно... Столько чудес по наустроил... А там чудеса немного дают культуры, по-моему... Всего районов построено... Всего городов основано... А есть графики военная мощь? Нету... Ладно, всем спасибо... Мне интересно... По тебе спасибо... Немножко обидно, но... Это тебе обидно, да? Это тебе обидно... Никакой... Ой... Да ладно вам... Да ладно, слушай, я... Слушай, Бимирок, а ты в итоге всего только одну ядерку кинул? Две... Две? То есть на меня одну и одну на... На бразильца? Да... Ну, я... У меня ядерка строились в тех городах, которые... На которые ты скинул, собственно... Я не успел больше построить... Ну, у меня, наверное, в городах восьми строились ядерки... Сколько у вас максимально производится? У меня шестьдесят три, по-моему... В одном городе? В одном городе... В одном городе... В аквилее почему-то... Я, кстати, все хотел посмотреть в течение игры... Я не понял, почему это самый такой производственный город у меня был... Столица у меня была в районе пятидесяти... Ну, Спарта еще неплохая была... Так, в принципе, вот... Все остальные... Так, среднее... Примерно так двадцать пять производства... Ну, то есть это там со всеми уже электростанциями, фабриками... Вот... Это вот я... Насражался тут, конечно... Кстати, больше всех воин объявлял у нас бразилицы-японецы... Так что вы у нас самые... А я потому что... Мы-то тоже ГГшки захватывали, чтобы очки поднять... Да... ГГшки неплохо так дают, кстати... Ну, это как город... Ты захватываешь город... Но... Ты знаешь, вот я ни одной ГГшки не захватил... И как-то... Нормально себя чувствовал... Соседей захватил... Ну, извини... Тебя и не захватил... У тебя больше Ацтек зовут... Я у тебя захватил, по-моему... Четыре города... А Ацтек только два... А Ацтек только два... Ну, Ацтек не два, а три... Два-два города... Нет, три-три... Йоцу, Якогаму и... Киото, по-моему... Или что там... С Якогамой рядом... Киото и на его острове... А, да, три города... Всего чудес осознанно... Я... Я только два чуда построил... Бразилец только одно чудо... Кстати, у Ацтека и Японца одинаково чудес было построено... Ну, я в конце их строил только тупо для очков... А все остальные чудес само мне украл... Просто нагло... Ой, это Японец... У меня отстыкли Японец тоже пару чудес украли... Особенно было обидно, когда у меня один ход оставался до чеченицы... А я у Японца три... Или даже четыре... Да, да... И не меньше четырех... Само обидно это Петро... У меня только Японец Колосс увел... По-моему... И больше я, по-моему, ничего и не... Ну, я Стоунхендж построил ради религии... И кажется, все... И строил Колосс, но его увел Японец... Да, ну прикольно, прикольно... Как думаете... Сто девяносто ходов нормально? Или может еще меньше, там, сто восемьдесят... Ну, вполне... Вполне нормально... Нормально... Сто восемьдесят... У меня как раз ядерки не успели... Да, кстати, точно... Если бы меньше было, то не было бы ядерок точно... А двести уже долговато, наверное... То есть вот сто девяносто... И в принципе... Даже сто девяносто пять... А вот что еще? Какие еще... Что еще с правилами сделать? Может уже... Может быть, уровень моря попробовать поиграть с ним... Ну, что думаешь, меньше или больше, наоборот? Чтобы побольше, да, немножко... Потому что я вот посмотрел... У немцев вообще ужасное место было... Так, то есть уровень... Нет, подожди... Уровень моря меньше... У тебя фонит... Да... Уровень моря меньше... Так нормально? Да, уровень моря меньше... Потому что больше земли было... Не, самое... Самое дебильное место появления это у Шумера... Там... Это просто нереально с таким местом было... Что-то сделать... Какие-то снега, тундра вообще... Мурак... Ну, его... Войнице будет туда... Ну, достроить... А еще... А еще я хочу сказать, что... Самое плохое... Когда играешь с Лешей... Что мне интересно потом смотреть... Ну... Видерочки по этому... Ну, да... Печалька... Ладно... Всем спасибо... Хотя... Если так подумать... Из десяти... Фактически... В конце игры... Были вышившие только три... Почему три? Типа... А потому что... Японец... Все... Мертвец там... Я захватываю еще два города... Если еще был бы пять... А то... Ну, просто так получилось, что все именно на него напали... Вот это... Ну... С тем... С тем же успехом все могли и на меня напасть... Но... Здесь... Опять же... Мне почему-то кажется, что... Ацтек... Вот... Ты оставил ацтека у себя в тылу... А ацтеку только на тебя нападать можно было... Вообще, в принципе... Только на тебя мог напасть... Если мы там с бразильцами... А... Японец вообще-то ушел... А... Ушел уже... Ну вот... Ну... Японец почти в середине карты, может говоря... Находился... Ну так я в середине... И меня тоже все окружают... Ну... Ты как бы чуть выше был... Японца... А японец прям и с ацтеком... И со мной... И с тобою... Прям в середине нас... Ну да... Но если у нас еще были варианты... То есть я, например, мог там... Я думал, между прочим, о том... Чтобы, например, не на японца нападать... Все-таки там у него самые сильные города... Фиг его знает... А напасть на... На тебя... Типа... На те города, которые ты у немца захватил... Потому что я думал... Ну, вряд ли у тебя там... Будет... Какая-нибудь защита особо... Ну... Какие-то такие... Я хоть их захвачу... И будут какие-то очки... То есть... Такие были варианты... То... У ацтека, например... Не было вообще никаких вариантов... У него просто... Единственный путь нападать на японца... Ну, это, по-моему... Было очевидно... Я еще мог в Бразилии немного пощипать... Но... Тут только поленки... Да... Два прибрежных орга мог захватить... Химский... Все... Да, блин... Ты когда пришел... У меня такой... Ход... У меня последние ходы... Последние 10 ходов... Из-за того, что все... Много юниты... Передвигались очень быстро... У меня игра... Просто... В Бисла... Я не мог ходить... Первую минуту... И все... Ну... Я... Первую минуту... Так... Города мы атаковали... Начинался ход... И у меня уже не было города... Я просто... Сижу и не понимаю как... Ну... Надо что-то тоже тогда об этом думать... Но я вообще... Я даже за 3 минуты не успел ходить... Я просто... Тупо забил на города, что там строится... Лишь бы побыстрее юнитами походить... Передвинуть куда их надо... Кинуть... Что надо... Еще там... Свезло... Японец зачем-то... Почти свой флот... Как бы в одной точке сконцентрировал... И... Я пару ядерок на него скинул... Просто уничтожил ему кучу... Флота... На одном месте... Не... Я на последний ход просто... Все корабли просто забил... Поставил... На... Чтоб они просто на месте стояли... И тут на меня ядерка прилетает... Я так и не ожидал... Было реально неожиданно... Ну просто я думал... Ну все последний ход... Что сейчас случится... И там лежат... А я там так вел свой этот эсминец... Чтоб ты его не заметил... Там же захватить еще надо... Мало того что кинуть ядерку... Еще захватить чем-то... Так я зигзагами вел... Чтоб вот прям... Ты его никогда не увидел... И все... И там... Кинул... То есть это по-моему единственный у меня был шанс... Обогнать Ацтека по очкам... Больше не было вариантов... Любой другой город и себя захватывал... Я думаю мне бы не хватило... А вот как твоя столица... Так это да... Ну все... Спасибо за игру... Я думаю еще... Поиграем в будущем... В общем-то... Завершившуюся партию мы уже обсудили с моими соперниками... С вами я хочу обсудить карту на которой мы играли... Архипелаги все-таки интересны... И самое важное здесь то... Что мы ставим карту размером меньше чем необходимо... В шестой цивилизации генерация карт не совсем точная... И главная проблема что она иногда некоторых игроков концентрирует в одном месте... А у кого-то наоборот много территории бывает... Так вот если карту сделать меньше... Эта проблема не так сильно влияет на игру... Кроме того... На море все-таки воевать выгоднее... В том плане что... Больший человек может прийти тебе на помощь если что... Возможно стоит попробовать еще... Сыграть на карте фрактал... Но мне кажется что вот именно в шестой цивилизации... Наземные карты где все концентрируются на битвах на земле... Не так интересны как морские... И самое главное здесь что приходится выбирать между районами... Военным лагерем либо гаванью... То бишь концентрироваться на морских юнитах или на наземных... И когда ты играешь на наземной карте просто нету смысла ставить гавань... Торговый путь ты получишь с коммерческого района... Войска у тебя будут в военном лагере... Таким образом получается что на Пангее очень мало кто ставит города на море... Либо ставят так чтобы сам город на море не выходил... Но можно было поставить гавань... В итоге кто-нибудь там сидит один на этой Панге... Развивается и улетает... Либо начинает всех захватывать как можно раньше... Здесь тоже как видите постоянные войны... Но нету никогда какого-то одного явного лидера... Именно из-за того что не получается отсидеться в каком-то одном месте... Ну как всегда ваше мнение жду в комментариях... На этом все... Играйте в умные игры... Спасибо что досмотрели до конца... Я Леша Халецкий... Тот кто сделал это видео... У меня к вам несколько просьб... Во-первых не забудьте поставить лайк... А во-вторых... Поделиться этим видео... Раз уж вы досмотрели до конца... Видимо оно вам понравилось... Я вам буду благодарен... И это поможет распространению моего творчества... Для более широких масс... На этом все... Играйте в умные игры... Вмные игры... Нажимаем... Вмные игры... Теперь в мах�� распростран conversations с вами... Играйте планшином... Чувернее... Проверяем... Вмные игры... Продолжение следует...